Друзьяки, привет! Сегодня я предлагаю приготовить мясо по-кремлевски. Я думаю, многие знают, как его готовить, но я его готовлю немножко по-другому. Я его готовлю в рукаве. Это гораздо проще, но также вкусно. Включаем секундомер и начинаем готовить, для того, чтобы понять, сколько же уйдет времени на приготовление этого мяса. Поехали! Что нам для этого блюда нужно? Говядина. Она с этой стороны без прожилок, а вот здесь вот есть прожилки. И это ничего страшного, потому что они растушатся. Мясо по-кремлевски это тушеное мясо, которое тушится при низкой температуре очень-очень долго. С чего мы начнем? Лук. Нам понадобится одна большая луковица. Нам нужно его почистить. Если я знаю, что я лук буду резать как минимум на половинке, на четвертинки, я чищу его так. Отрезаю пополам и здесь уже его с легкостью можно почистить. И нарезаем лук на четверть кольца. Дальше нам понадобится форма для запекания. У кого нет формы, просто можно в рукаве. Почему я люблю запекать в форме? Потому что все соки потом не нужно куда-то переливать из рукава, а они остаются прямо в форме. Лук на дно. Если кто-то любит лук, можно добавить больше лука. Мне вот одной большой луковицы или две маленьких вполне достаточно. Дальше кладем пару-тройку листиков лаврового листа. И дальше перец горошек штук 12-15. Дальше нам понадобится соль. И нам понадобится еще молотый перец. Дальше берем чеснок. Нам понадобится 3-4 зубчика. Нам нужно чеснок, зубчики чеснока разрезать на половинки. Нам, во-первых, его так будет легче почистить, но нам как раз с половинками в этом блюде он и нужен будет. Сердцевинку вынимаем, потому что она здесь очень большая. Уже чеснок попался так себе. Дальше, друзьяки, берем мясо и делаем продольные надрезы. Раз. Теперь разрезанной стороной мы в соль с перцем. И туда засовываем чесночок. Все, он там. Еще один продольный делаем. Раз. Чеснок. Теперь, друзья. Очень важно к этому мясу добавить сливочного масла. Хорошее сливочное масло. 82% натуральное, вкусное. То, которое вы любите. Поэтому берем сливочное масло. И чтобы мясо получило вот тот нежный сливочный вкус, я точно так же протыкиваю мясо. Можно запихивать масло даже в те отверстия, где чеснок. Это будет еще лучше. Это блюдо маслом не испортишь. Здесь, чем больше масла, тем лучше. Кому лень делать отверстия и запихивать, можно просто взять вот так вот масло и сверху положить. Оно будет плавиться, стекать. Но больше, конечно, стечет, и оно снизу будет находиться. Но когда будет стекать, оно тоже будет попадать в мясо. Теперь надо еще посолить. И теперь мы берем мясо и укладываем на нашу луковую подушку. Есть. Как я уже и говорил, это мясо запекается в рукаве. Берите форму такая, чтобы поместилась в рукав. У кого нет формы, не страшно. Можно просто сделать в рукаве, а потом сок, мясо слить в какую-то емкость и это все потом перемешать. Я дальше покажу. В рукав. Поставили. И, друзья, обязательно сделайте несколько проколов. Или зубочисткой, или тонким кончиком ножа, для того, чтобы рукав не взорвался у вас в духовке. Друзья, теперь мы ставим мясо в духовку, разогретую на 150 градусов, минимум на 3 часа. И больше мы ничего не делаем. Мы просто ждем. Поэтому останавливаем время 12 минут 47 секунд. Запомните. Ставим в духовку. Мясо по-кремлевски готово. Достаем. Ать. Опа. Теперь нам нужно это все открыть. Горячее. Ай. Посмотрите, какая красота. Хочу заметить, друзья, что когда вы делаете мясо по-кремлевски в кастрюле, вы добавляете воду и мне тушите. А здесь ни капли воды, здесь только собственные соки. Смотрите. Смотрите. Какая красота. А теперь это все перемешиваем. Лучок, перчик, чесночок, ароматы ставят. Ммм. Я сейчас заклебнусь слюней. Но я сейчас покажу, как это вкуснее всего. Как я люблю это кушать. Мне уже не терпится это попробовать, но смотрите. Теперь у меня есть волшебная кастрюлька. И в ней картошечка. Мать. Мать. Но это еще не все. Та-дам. Друзья, и вот это... Я не могу остановиться. Короче, друзья, 12 минут мы с чем-то подготавливали. Почти 4 часа запекали. И все. И это все стоит... Вот это все. 7 долларов, 7 центов. Если разделить на семью 4 человека, то это приблизительно 1,47 доллара. Больше я не буду говорить. Нет сил. Полный рот слюней. С вами был Роман Щегло. Канал Время, Деньги, Еда. Приятного аппетита. Ммм. Ммм. Боже, как это. Вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok